Дорогие мои, всем большой привет! На самом деле я надеюсь на то, что это видео ждали очень многие давно, потому что мне каждый раз в каждом прямом эфире, за кадром, скажем так, в директ, поступают одни и те же вопросы. Ксюша, сними, пожалуйста, видео про уверенность в себе, про женскую психологию, про отношения, бла-бла-бла, вот подобные всякие темы, и на самом деле я в шоке. У меня этот шок уже, наверное, года, наверное, полтора, потому что полтора года ко мне напрямую обращаются за советами. Конечно, я не психолог, я вообще, по идее, не имею права, даже психолог не имеет права давать конкретно советов, но не имею права, да, как-то подсказывать, кому как поступить, в какой ситуации, потому что я, в принципе, не, ну, у меня абсолютно другой род деятельности, никак не связано с личной жизнью, да, абсолютно я некомпетентна, можно сказать, в этом вопросе, ну, вот, не знаю, по какому-то, наверное, интуиции девушки задают мне эти вопросы, и мне, на самом деле, не то чтобы задают вопросы, мне присылают переписки, да, я ни в коем случае не хочу обидеть ни одну из вас, и ни в коем случае не буду рассказывать, кто конкретно это делает, и тем не менее, да, мне присылаются переписки, это сделала не одна, не две девушки, это сделала больше девушек, вот, с своими молодыми людьми, либо переписки с своими кавалерами, либо переписки, там, с подругами, даже такое бывает, и просят проанализировать ситуацию, сказать, что я по этому поводу думаю, как лучше поступить в этой ситуации, что нужно сказать и так далее. Это, на самом деле, очень ситуация печальная, потому что я вижу, ну, полную печаль, и эта полная печаль, она отражается не только на девушках, которые, в общем-то, участвуют напрямую в этом, но и на всех окружающих, особенно на мужчинах. Почему? Потому что от нелюбви к себе, потому что всё то, что вот происходит, это можно назвать единым вообще образом, единым просто, нелюбовь к себе и проблема с самооценкой, потому что любой, даже отношения со мной зачастую у этих девушек складываются из неуважения к себе. И мне непонятно, с чего у нас в стране и в других странах, там, ближнего зарубежья, да, те, с которыми я вот общаюсь, девушки, почему среди вас так много девушек, которые себя не любят? За что? Что вы плохого сделали? Вы кого-то, не знаю, обижали, оскорбляли, вы кого-то там ограбили, не знаю, какое-то преступление совершили, предали, предавали всех, вы там поступили как полная сволочь в какой-то ситуации. За что вы себя так не любите, я понять не могу. Вы что, вы калеки, и то калеки не имеют права себя так не любить, вы, не знаю, там, моральные уроды. По какой причине вы считаете, что вы недостойны любви к себе, что вы недостойны уважения к себе, что вы недостойны собственной любви к себе, гордости, я не знаю, там, вообще каких-то благ в жизни? Почему так происходит? Ну, это называется нелюбовь к себе, когда вы, парень вам пишет, вот реально эта ситуация просто вот, ну, вот у меня есть пример, да, девушка мне пишет, переписку мне прикладывает, ей молодой человек пишет, я ничего не хочу, я не хочу тебя видеть, я не хочу тебя слышать, не надо мне писать. Ну, как, даже намекает на это, пусть даже не прямым текстом. Как вы смеете ему писать? Вы что, я никак не могу, я себе представить не могу ситуацию, чтобы мне написал молодой человек, я не хочу тебя слушать, или я не хочу тебя видеть, или я ничего не хочу. А вы ему на это сейчас расскажете, что пишете. Ты такой прекрасный, я верю, что мы когда-нибудь будем вместе. Это все потому, что ты такой замечательный. Как можно это писать? Господи, как можно? Поймите, что люди любят людей немножко эгоистичных, которые любят себя, которые развиваются как личности, которые развиваются как женщины, которые красивые, которые целеустремленные, которые самоуверенные, которые от себя сами тащатся, когда они от себя сами тащатся, от них тащатся все окружающие люди. Девушка, которая от себя оттащится, она никогда в жизни не напишет первый и никогда в жизни. Ну, понимаете, одно дело написать первый, когда уже два месяца в отношениях написать там, привет, как у тебя дела, как дела на работе, это одно дело, когда вы не в отношениях, у вас ничего нет, человек ничего для вас не сделал, не подарил ни от единого букета цветок, ни в чем не помог, ни в единой проблеме, никуда не сводил, закрывает глаза на ваши проблемы, а вы еще, извините меня, ему даете, а что вы хотите в жизни, что вы хотите? Вы хотите быть незаметной подстилкой, в которой все будут вытирать ноги. А другая девочка у меня спрашивает, Ксюша, я вот там, не знаю, познакомилась с молодым человеком вот неделю назад, нормально же, если я с ним завтра пересплю? И причем эта девочка, допустим, девочки, которые знают, в принципе, смотрят мои прямые эфиры, задают мне вопрос, знают, в принципе, мою позицию. А моя позиция по этому вопросу крайне жестокая и крайне принципиальная, чем дольше, тем лучше. Ну, там, два-три месяца — это минимум, это минимум, как можно говорить про неделю знакомства. Он вам кто? Он что он для вас сделал? Он вам кто? Ну, это, понимаете, это вообще беспрецедентно. Еще когда, бывает за неделю там молодой человек, ну, хотя я не верю в это, конечно, я и такого не встречала, но, может быть, есть случаи, когда за неделю молодой человек так влюбился, что у него аж прям посинелось в глазах. Но, скорее всего, он не влюбился, скорее всего, просто он у вас безумно хочет. И он готов ради этого покупать вам букеты цветов, вводить вас в рестораны, дарить вам, не знаю, кольца, там, айфоны, все, что вы хотите, там, туфли, платья, а ради того, чтобы скорее, поскорее, поскорее. Просто есть мужчины, которые понимают, что для этого нужно что-то сделать, и они быстрее получают то, что они хотят. А есть мужчины, которые считают, ну, ты мне так должна дать, потому что я весь такой классный, понимаете, раскрасавчик, и материться здесь нельзя, очень жалко. Вот, и это называется покупка, да, это уже совершенно другой вопрос. Поэтому, конечно, если вы хотите серьезных отношений, если вы хотите замуж, тем более, то надо оттягивать этот момент как можно дольше, убедить к себе серьезные отношения, чтобы человек помог вам в серьезных вопросах, которые у вас, может быть, не серьезные, не в плане, там, знаете, там, подарил квартиру, или, там, я не знаю, договорился, и вы поступили в ВУЗ, там, или договорился, и вас приняли на работу. Нет, я имею в виду серьезные вопросы, это, знаете, там, ну, касающиеся вашего здоровья, не знаю, ваших каких-то на данный момент текущих, наболевших проблем, да, не знаю, чтобы вы ему подкинули какие-то маленькие проблемки, вот я про это говорила в прямых эфирах из-за разряда, там, у вас закончился трафик на телефоне, или у вас что-то случилось с телефоном, нужно что-то там сбегать, не обязательно финансово, не обязательно финансово, просто дойти, там, до билайна, да, там, или до мегафона, разобраться с ними, то есть вопросы, которые требуют его внимания, вовлечения, может быть, да, даже материальной какой-то поддержки, и обязательно, ну, обязательно вовлечения в этот вопрос, чтобы он отвлекся от своих дел ради вас. Это значит, что вы ему не безразличны. И вы, когда научитесь себя любить, то мужчины будут так себя вести. Не все, не все, сейчас очень плохо с мужчинами, это реально, но с женщинами еще хуже, чем с мужчинами, я с ними работаю, я знаю, что это такое. Сейчас женщина-мужчин поровну, абсолютно поровну, на каждую хорошую, уважающую себя, любящую себя, ухаживающую за собой, ставящую в приоритете в отношениях всегда себя. Я не говорю про замужество, потому что, когда вы замужем, вы ставите приоритет семью, то есть ваши общие ценности, ваши общие цели, ваше общее имущество, ваше общее здоровье, ваших общих детей и так далее, и так далее. Когда вы не замужем, за вас еще никто не взял ответственность, вы должны ставить приоритет себя. Если, вот тоже у меня была такая ситуация, мы сидим с подружкой, с приятельницей в Москве в ресторане, ей звонит молодой человек, он меня уже ждет 15 минут, вскакивает и уходит. Я приезжаю в Москву раз в месяц, раз в два месяца, это бывает редко, и человек, ему плевать на меня, ему плевать на себя, нет уважения, видимо, ко мне, нет уважения к себе, что ты сидишь, общаешься с другим человеком, нужно сказать, дорогой, подожди, пожалуйста, я договорилась, я сегодня буду еще часа полтора-два занята. Да, я же не прошу уделять мне там еще шесть часов времени полтора часика посидеть. Любой мужчина любит, когда женщина уважает свои интересы, когда у женщины есть какая-то жизнь, за которой он хочет поохотиться, в которой он хочет появиться, в которой он хочет поучаствовать. А когда вы готовы отложить любое свое дело, вообще на себя насрать, понимаете, насрать на своих друзей, которые всегда будут рядом с вами, там, должны быть рядом с вами, и готовы просто встать и побежать к нему, он никогда не будет вас уважать, потому что вы не уважаете себя. Вот я, грубо говоря, лежу в ванне, там, условно, я знаю, что, условно, да, лежу в ванне, я знаю, что мне эта ванна нужна, потому что я сегодня там работала, или я сегодня там, ну, какими-то другими делами семейными занималась, я устала, и мне нужен релакс. Если мне позвонит молодой человек и скажет, Ксюша, я буду через 30 минут, я не встану и не побегу. Я скажу, подожди, пожалуйста, вот я сейчас там принимаю ванну, мне это очень нужно, забери меня, пожалуйста, через полтора часа. Мужчина, которому вы нужны, он вас спокойно подождет, даже если он уже приехал, сидя внизу в машине. И это ожидание подогреет интерес к вам. Не надо резко вставать, бегать, убегать, плевать на себя. Вот просто вот... Другая девушка тоже мне пишет, аудиозапись записывает. Ксения, спасибо вам большое, очень много комплиментов. Я растрогалась, я говорю, спасибо вам, просто спасибо ни за что. А потом начинает описывать историю, что она встречается уже несколько лет за женатым мужчиной, и вот он резко пропал, перестал выходить на связь. Я поняла, что он там с женой, что он вернулся к жене, надо ли жене мстить. Я не помню уже вот всю картину. Наверное, девушка, если меня сейчас смотрит, знает, о чем я говорю, о ком я говорю, и там говорит потом, значит, нужно ли мстить жене. Понимаете, история, вот просто она не из моего мира. Вы мне зачем такие вопросы задаете? Хотя я очень рада вам помочь, я очень хочу вам помочь. Но, во-первых, как это ты встречаешься уже много времени с женатым мужчиной? То есть ты себя не любишь, ты готова быть подстилкой? Ну, я правильно понимаю, да? Конечно, все зависит от ситуации. У меня есть ситуация, где девушка встречала с женатым мужчиной, который действительно, там, грубо говоря, уходил из семьи, то она не хотела его разводить, не хотела. И она с ним так общалась просто, и он сам, там очень сложная семейная ситуация. Жена очень неправильно себя повела. Если бы жена повела себя правильно, он бы никогда от нее не ушел. Но в итоге они развелись с женой, он съехался с этой девушкой, у них семья. Ну, там есть свои нюансы, там очень мудрая девушка, очень мудрый мужчина, уже взрослые и все с мозгами. Но здесь я так понимаю, ситуация, девушки, зачем вы встречаетесь с женатыми мужчинами? Зачем вы с ними спите? Зачем? И я предполагаю, что еще и бескорыстно. То есть я вообще конкретно, точнее, против, категорически против корысти. Но когда девушка говорит, там, я приехала из другого города, я не знаю, как мне жить и на что мне есть, на что мне там снимать квартиру. И говорит, я знаю, что за ситуация надо выбираться, но сейчас без его помощи я не могу. Я это, конечно, не понимаю. Я считаю, что всегда можно на хлеб заработать себе самой, но я хотя бы могу понять ее мотивацию. То есть у нее есть мотивация. У вас какая мотивация? Лечь к нему в кровать, к чужому мужу, к чужому мужчине, который не уважает себя, не уважает жену, не уважает вас. И даже если вы будете дальше вместе, дальше он вас тоже не будет уважать, потому что он вас уже не уважает и не уважает свою жену. То есть он в этой цепочке не пощадил никого. Зачем? А дальше вопрос такой ко мне задают. Как научиться себя любить? Этому нельзя научиться. Нужно просто посмотреть на себя в зеркало и сказать, я потрясающая. Если вам что-то в себе не нравится, измените. Всегда нужно нравиться самой себе. Банально, не нравится даже в себе нос. Я считаю, что нос – это самая кардинальная процедура. У меня он не сделан, и я не советую ему кому-либо делаться. Как правило, сейчас носы у всех одинаково слепленные, некрасивые. Но если вы от этого сильно страдаете, сделайте. Если вы страдаете от того, что вам не нравится ваша кожа, есть косметолог. Если вы страдаете из-за того, что вам не нравятся ваши фигуры, есть спорт, питание, желание, мотивация. Многие люди не хотят над собой работать, потому что им не хватает мотивации, потому что они сидят и жрут. Сидят и жрут, и жрут, и лежат, и жрут. И говорят, а мне хорошо без мужчины, а мне хорошо без всего. Но это вранье, они пытаются себе это внушить. Возьмите себя в руки и измените в себе то, что вам не нравится. И образовывайтесь внутренне. Я не знаю, читайте книги, полюбите себя. Просто посмотрите в зеркало и скажите, хорошо, Таня достойна этого, Маша достойна этого, Катя этого достойна, и я этого достойна. И мы все, девушки, этого достойны. И если будут больше достойных девушек, они будут себя вести более, не то что холодно, а более достойно к мужчинам, и мужчины будут больше добиваться женщин. И мы все, не только вы, не только я, не только моя подружка, там Катя, моя подружка Яна и все остальные подружки, все мы будем в плюсе, потому что мужчины начнут потихонечку меняться. Но есть соцсети, есть инстаграм, и я переживаю, что не переживаю, я боюсь то, что пока будет инстаграм, бабы будут готовы отдаваться за Филадельфию. Я это так называю. Они будут готовы делать все ради материальных ценностей. Очень многие девушки готовы даже без материальных ценностей делать все, ради того, чтобы просто он сводил ее в какой-то хороший ресторан, хотя в этот ресторан можно спокойно пойти за свои деньги, но будет так дальше, пока социальные сети есть. Но в ваших силах хотя бы изменить вашу судьбу. Я же не говорю про всех девушек. Если каждая девушка будет сама ответственна за свою судьбу, то в целом картина потом все равно поменяется. Начните любить себя. Я не знаю, запишитесь ко мне на курсы макияжа, запишитесь на курсы, не знаю, стилистики, запишитесь к спорт, к диетологу, в спортзал. Перестаньте жрать, перестаньте жрать жирную еду. Когда вы, привычка примерно месяц длится, если вы месяц не будете жрать жирную еду, дальше вы жирную еду не захотите, и вам будет проще. Я так сидела на диете, правда, по причине здоровья, но я сидела на диете, из-за этого я скинула много килограмм, хотя я сама по себе худенькая, и там эти 5-6 килограмм вообще особо сильно толку не сыграли, но тем не менее. Их можно скинуть, можно скинуть 10 и 15. Моя лучшая подруга скинула вообще сложности килограмм, наверное, 10, и очень сильно изменилась. В моих глазах точно и в своих точно. Вот, поэтому, пожалуйста, перестаньте бегать за мужчинами, перестаньте им писать, перестаньте сами им что-то писать, перестаньте. Хватит портить нам всем жизнь, и мне, и вам самим прежде всего, и всем окружающим. Я вас очень люблю. Приходите ко мне на курсы, заходите на мой канал, покупайте косметику у меня на justvomakeup.ru. На курсы в Москве приходите, в конце сентября, начале октября, и на курсы в Ростове. Пожалуйста, научитесь себя любить. Научитесь себя любить так, как я вас люблю.